На Псалом 84-й. Справедливо и настоящий Псалом надписывается в конец, или, как у других переводчиков, победная песнь, потому что в нем говорится о тайнах, совершенных в конце веков, и являющихся поистине победою над дьяволом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова. Случающиеся одинаково общие как человеку, так и земле. Когда земля благоденствует, благоденствует и человек. Когда она подвергается казни, вместе с ней подвергается казни и он, как от нее происшедший и от нее получающий питание. Поэтому и сказанное теперь пророком можно понимать в общем смысле, так как и тварь, основанием которой служит земля, ожидает нашего освобождения, как говорит Павел. Это освобождение пророк назвал теперь благоволением, относя его в общем смысле ко всем людям, почему человек называется землею, многократно разъяснено было раньше, а в частном – к обратившимся к Богу Иудеям, которых он назвал пленом и Аковлевым. Что это за благоволение? Ты с ней можешь узнать и из дальнейшего. «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его» – это благоволение к нам. Не одно беззаконие он оставил нам, а все. Равным образом и все грехи наши покрыл своим человеколюбием, подобно тому, как врач покрывает рану лекарствами. «Беззаконие и грехи» пророк упомянул, желая выразить не одно и то же, а чтобы показать, что Бог простил не только иудеев, преступления которых называются беззакониями, так как они находятся под Моисеевым законом, но и язычников, проступки которых называются грехами, так как своими греховными делами они обращают небесные планы во что-то неразумное. Здесь следует в пене перемена тона. Причем пророк прервал свою речь не без причины. Он намерен был сказать о чрезвычайно важном, и ум его подавлен был величием откровений, потому он и имел нужду в перерыве, чтобы точнее уразуметь их. «Отъял всю ярость твою, отвратил лютость гнева твоего, прекратил гнев свой не отчасти, а совсем, не так, чтобы вновь навести его в последствии времени, а чтобы удалить его совершенно, чтобы о нем не осталось никакого и воспоминания. Поэтому и говорится, что он отвратился от гнева ярости своей. И если же он отвратился от гнева, то значит преклонился к милосердию. Так как Салмопевис по свойственным пророкам обычаи излагает будущее, как бы настоящее, то смотри, как он обращает пророчество в молитву, показывая, что то, о чем он говорит, еще не случилось, а существует лишь в надежде. «Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование твое на нас». Гнев у Бога, следовательно, не страсть, а угроза, сворачивая к нашей пользе. Поэтому если мы обращаемся, то и он отвращается от гнева и успокаивается, более всего ценя наше спасение. Потому он и находит много путей к нему, измышляет многие способы достижения его, за что справедливо и называется «Богом спасение». Неужели вечно будешь гневаться на нас? Просрешь гнев твой от рода в род? Страшен и теперь гнев Божий на людей. Но так как в настоящей жизни Бог большей частью обнаруживает долготерпение, то будущий гнев, естественно, еще страшнее. Поэтому пророк молится, чтобы Бог не гневался на нас в продолжении всего настоящего века и не переносил своего гнева от настоящего рода на род будущий, а угасил бы его милосердием. Каким образом это совершается при нашей косности в обращении, показывает дальнейшее. «Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе?» Ты можешь понять под обращением Бога то обращение, которое совершается им в нас. Но в собственном смысле оно есть обращение, которое он сам совершил вместо нас, потому что сказано «Боже, ты, обратившись, оживишь нас». Это последнее явно совершилось, когда воплотившийся и ставший человеком принес себя за нас и себе самому совершил наше обращение, делая и перенося за нас все, чем и оживотворил нас и заставил ныне веселиться и торжествовать свой народ, то есть уверовавших в него. «Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам». Обрати внимание, что псалмопевец говорит и как пророк, и как раб. Как пророк он возвестил будущее, но как раб он снова молится о том, что раньше уже высказал в качестве пророка. О чем же молится он? О том, чтобы людям показана была милость Божия и явлено было спасение, то есть чтобы Бог, Слово, явился во плоти. А что Христос называется спасителем? Свидетель Симеон, который, приняв его в храм и с благодарностью говорил, «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по глаголу Твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение Твое». Что он называется и милостью, это показывается несколько ниже. Сам пророк. Впрочем, оба названия он получил от своих дел. «Послушаю, что скажет Господь Бог? Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрастутство». Удивительна вера пророка. Только что посеял он семя молитвы, так уже получает от нее и плод. И, зная, кому он молился, приготовился к слушанию мира, того мира, который даровал Христос народу своему, то есть верующим в Него через лик апостолов. Последнее справедливо называется «святыми Его и обратившимися сердцем», так как всецело посвятили себя Христу и обратились к Нему от всего сердца. Отреклись от всего житейского, оставили родителей, домашних, занятия и говорили открыто. «Вот мы оставили все и пошли за тобою. Что нам будет?» Матфея 19, 27. «Так, близко к боящимся Его, спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей». Здесь пророк ясно утверждает, что хотя синагога иудейская и хочет называться народом Божиим, однако спасение Божие оказывается близ боящихся, уверовавших из язычников. Последние, не бывшие некогда народом, теперь стали народом Божиим, возвратились к Богу из своего заблуждения и бывшие некогда далеко стали близки через веру. А это произошло для того, чтобы вселиться славе Божией в земле нашей, потому что где могла бы обитать слава Божия, если бы язычники, как не происходившие от Авраама, были отвергнуты, а те, кто происходил от Авраама, не хотели прийти к Христу, как об этом говорит Иоанн, пришел к своим, и свои не приняли. Поэтому Бог принял язычников, чтобы иметь место обитания в земле нашей, то есть в роде человеческом, как изъяснил это и богослов в дальнейших словах. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Он говорит о язычниках, потому что они не имели по крови и плоти родства с Авраамом, а родились от Бога, соответственно, чему дали Евангелист, и прислокупил, и слово стало плотью, и обитало с нами. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются. Здесь пророк указывает на встречу божества и человечества, причем каждая из них действовала как ему свойственно. Это и значит встретиться. Встречается же идущий медленно, с идущим быстро, и хромой, с имеющим здоровые ноги. На пророк указал не только на встречу, но и на единение, происходящее из любви. Это обозначено словом «облабызаются», потому что через поцелуи любящие и любимые объединяются друг с другом. Бог – слово, и не сошел бы в человечество, если бы Творец не имел горячей любви к человеку. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но как произошла эта встреча, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Истина – плоть. И называется так не потому, только что она, как говорит Солмопевец, воссияла от земли, но и потому, что истина воплотилась, и Бог – слово стал истинно человеком. Правда – божество, почему пророк и говорит, что она приникла с неба, божество, которое сотворило правду, сокрушив нечестие, господствовавшее на земле. После соединения, однако, истина и правда уже не разделяются. Почему Христос весь и называется истиной, когда, например, Он говорит, «Я есть истина и жизнь», равно «весть» называется и правдой, когда, например, Павел говорит о нем, «в нем есть правда Божия». Продолжая изъяснять таинство, пророк и говорит, «Ибо Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Отец – свое слово. «И земля наша даст плод свой, рожденную от Марии плодь». Так в образовании таинства Христова действовали и Бог, и земля. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои, о которой пророк раньше сказал. Правда с небес приникнет. Божество идет впереди человечество, как и Аввакум говорит, пред лицом его предвидит слово 3.5. И далее относительно человечества, и выйдет на поле, что согласно со словами Псалмопевса, который в заключении говорит «и положит на путь стопы свои». Так Божество предшествует, то есть направляет плоть свою на путь домостроительства и исправляет стопы ее, чтобы она не подверглась никаким человеческим заблуждениям и обманам.